всем вам доброе утро значит это было примерно 90 лет тому назад в иерусалиме была одна ишива которая была очень и очень тяжелом положении мы знаем что много раз с израиля приезжают сюда люди раба и которые говорят нам нужна ваша помощь пожалуйста дайте нам деньги финансовая помощь много-много раз они приезжают разные ишивы разные организации и много раз американцы и другие люди в панама мексика везде евреи есть дай бог здоровья всем всем они помогают они доверяют и они помогают один раба и которого отправили из израиля в чикаго этого раба и звали раба и волк фамилия его волк у у нас есть имя zf zf переводится волк и волк я предполагаю что его предки может быть были из бывшей россии этот раба и волк он приехал в чикаго в америку и он зашел центральную синагогу там было очень и очень много прихожан этот раба и волк был очень и очень хороший оратор он очень очень хорошо людей агитировать чтобы они открыли свои руки и он объяснил что у нас есть и шива это очень и очень большая митство помогать тем кто изучает тору особенно в иерусалиме и вот эти люди прихожане они начали говорить что они дадут этой суммы он обещал 1000 долларов он обещал 500 долларов тот обещал 200 долларов ведь каждый из них сколько мог сколько дал и среди этих прихожан чикаго в синагоге был один богатый человек уважаемый человек которые его звали и рахмир в акс лир он в конце концов стал тестем большого раба и раба бацалет желтый кроме того что он дал большой человек этому раба и волку он сказал говорит я говорит хочу сам поехал в израиль я хочу посмотреть что там происходит я хочу посмотреть есть там можно вложить деньги и я потом дальше буду решать как он сказал раба ира это диро хмель так он и сделал он приехал в израиль вместе со своим сыном и он от пришел в город хевром раньше в хевроне в основном были евреи контролировали ну двадцать девятом году не евреи ничего не контролировали в израиле тому что там англия контролировала если вы знаете декларация бал фору он прибыл в хеврон кстати хеврон не покоятся наши предки а в рама вену из каковину адама решен женой и ахова вину и там хевроне было очень и очень хорошая ешива он там встретил несколько детей которые они были из америки он говорит я не знаю вот у меня сын его зовут ехейский ему 16 лет я не знаю если стоит его оставить здесь в этой ешиве он значит приехал со своим сыном в израиль когда папа увидел что израиль очень и очень хорошая страна когда он надышался атмосфера израиля он говорит я говорю хочу чтобы мой сын учился здесь хевроне и потом через несколько месяцев мы тоже приедем и будем здесь жить это все было зимой пять тысяч шестьсот восемьдесят девятого года то есть 1929 год ровно 90 лет тому назад и вот восемнадцатого ала того года летом двадцать девятого года великому сожалению террористы они напали и очень и очень много евреев перерезали и уничтожили это очень и очень был большой погром и к сожалению кого они зарезали они этого сына тоже зарезали до отомстить бог за его пролитую кровь значит к сожалению этот человек рава и рахмель который похоронил своего сына а теперь этот рабов волк который приезжал собирать деньги его обратно отправили в америку чтобы он собирал деньги он снова прибыл в эту синагогу чикаго или нет ему было стыдно проезжать чикаго почему потому что он когда проезжал чикаго он людям сказал что израиль это очень святая страна что у нас есть хорошие ишива приезжайте живите в израиле он агитировал этого богача чтобы этот богач прибыл в израиль и этот богач своего сына оставил в израиле чтобы он учился именно из-за этого раба и волка а сейчас получается как будто бы из-за этого агитации что раба и волк говорит давайте помогайте нам дайте нам деньги сами приезжайте жить в израиле как будто бы сейчас он стал поводом что этот мальчик погиб и этот раба и волк когда снова прибыл в чикаго когда прибыл в америку точнее он уже в чикаго не приехал он говорит я не хочу чтобы я видел этого отца этого мальчика потому что мне очень и очень больно значит отец этого мальчика он хотел женой тоже приехать на постоянное жительство в израиле но когда уже его сына зарезали он этот план отменил он сначала сына отправил решиву и потом говорит я через несколько месяцев с твоей мамой тоже приеду буду жить в израиле но из-за того что в израиле был потом погром он этот план отменил и в израиль не переехал на постоянное жительство и продолжал жить в америке вы понимаете что происходит этот раба и волк он вместо того что поехать чикаго чтобы собирать деньги для ишивы которые находятся в иерусалиме он был в нью-йорке и вдруг в нью-йорке и увидит кого папы папу этого мальчика папу как звали и рахмель когда раба и волк увидел его он начали не мог поверить это он или нет ему стало очень и очень сильно не по себе а этот папа ребенка говорит а где вы чего вас не видно почему не приходится нам в чикаго я еще помню ваши хорошие слова такие хорошие слова вы сказали мы хотим вас еще послушать мы хотим вам помочь деньгами давай волк он не скрыл правду он сказал вы знаете я очень сильно не чувствую я чувствую себя не по себе потому что я горит не знаю как оправдать себя и как извиниться перед вами что как будто бы я виноват что ваш сын погиб я приехал к вам я собрал деньги я сказал приезжайте в израиль все вы евреи которые в чикаго приезжайте мы вас будем очень рады здесь встречать и из-за моих слов вы решили и сами поехать в израиль сначала вы хотели посмотреть как там обстановка и отправили своего сына вешиву вы хотели туда приехать на постоянное жительство но к сожалению вашего сына террориста зарезали и я боюсь что это я как бы тоже виноват потому что я агитировал вас я вам дал вот это настроение что вы были связаны с израилем а этот папа и рахмель вокслер он говорит вы должны передо мной оправдаться за что не дай бог чего плохого сделали наоборот вы сделали мне большое добро и моей семьей я вам от всей души благодарен он чего вы говорите он горит вы знаете мой сын и рахмель я его очень и очень обожал любил даже нет слов описан мою любовь как я его любил и лелеял 40 дней до того как он родился я уверен что бог уже написал сколько лет он будет жить много людей ошибочно думают что когда рождается человек бог не пишет сколько лет он проживет пол уже пишет сколько лет ему полагается и это к сожалению тяжело отменить вот этот приказ небесный очень тяжело отменить я говорит если бы сына не отправил юрисалим мой сын и хэйский он бы здесь остался в америке были и он бы все равно прожил 16 лет как ему суждено было но как бы он умер он умер бы или за или наркотики или его машина бы сбила насмерть или в чикаго вы знаете очень много с бандиты чикаго считается самая-самая такая криминальная криминальный штат час в америке вчера ко мне кстати звонил один мой знакомый с чикаго у них намечается свадьба чикаго это очень и холодно там тоже я горит поэтому конечно я сожалею что мой сын погиб но зато он умер когда он изучал то он умер решили он не умер потому что бандиты его убили в чикаго какие-то хулиганы шальная пуля мог могла на него попасть или он бы умер из-за наркотиков которые плохие друзья бы ему предложили он бы и может быть умер потому что машина его сдавила бы и так так он бы умер но зато говорит благодаря вам он был он умер еще конечно это не наш левел это конечно не наш левел не дай бог хасвишалом никому через это проходить но вот так отец он наоборот этого раба и утешил и он говорит не надо себя обвинять и что у вас не было угрызения совести теперь мы перейдем к другой теме когда мы встречаем шаббат нам обязательно надо чтобы у нас было вино когда приходит шаббат и когда шаббат заканчивается мы обязательно говорим кедуш и потом в конце субботу вечером мы говорим авдала а в дана как переводится разделение что бог разделяет субботу от других дней бог разделяет нас евреев от других народу один человек пятницу он пошел магазин чтобы купить все то что необходимо для шаббата купил мясо купил рыбу вино извините мясо рыбу хлеб но вино он забыл купить вино забыл он думал что еще у него вино есть а уже шаббат наступил он открывает холодильник вид что у него нету вина он обращается к своему соседу он говорит ты можешь пожалуйста мне дать одну бутылку вина и этот человек он был внимательно чтобы не говорил дай мне в долг вино есть например вы шаббат к вам пришли гости и вам надо продукты его не ожидали что придут гости а у вас у друга есть магазин магазин закрыты на шаббат там нету аларм там нету сигнализации вы имеете ли право сказать ему идем пожалуйста откроем магазин иру въезд таскать можно есть районы где нельзя таскать но вы живете в том районе где есть иру и вы можете таскать вещи на улице с улицы домой имеете ли вы право сказать своему соседу пожалуйста открой магазин дай мне продукты и он знает что после шаббата вы потом рассчитаетесь вы не спрашиваете сколько это стоит вы не говорите мне продай потом я деньги нам вы говорите идем даме продукты он уже сам понимает что вы берете эту пищу продукты и потом раздадите все уже взвешено там он не взвешивает ничего свет не включает там дневной свет окей есть такие магазины где свет не выключается кстати там нету никакой автоматически дверь не открывается все-все предусмотрено только он открывает замок дает вам копченую рыбу колбасу хлеб а потом уже после шаббата вы уже знаете что ему надо заплатить он ничего не говорит наши денег ничего не взвешивает штучный товар это разрешается ли нет смотрите шуха на руха рахан глава 307 параграф 11 лишь мишна бруна чё там написано что человек имеет право брать у своего друга съедобные вещи или напитки если это надо для шаббата но он не имеет права говорит дай мне это в долг или он должен сказать дай мне и потом он сам уже рассчитается нельзя говорить это будет 25 долларов это будет 100 долларов нельзя шаббат говорит насчет денег шаббат ничего покупать продавать нельзя он берет потом уже сами рассчитаетесь и теперь этот человек который забыл купить вино он своему соседу говорит дай мне пожалуйста вино а сосед знает что после шаббата мне за это заплатит или принесет такую же бутылку наверно сразу его сосед открывает шкаф говорит о пару хошел меня еще одна бутылка вот говорит пожалуйста он не говорит сколько эта бутылка стоит и этот рувен думает но эта бутылка стоит наверно 40 шекелей он никогда эту бутылку не видел сухое вино полусухое вино из очень и очень много компаний которые производят вино и столько много компаний что я удивляюсь неужели столько евреев есть на свете столько много есть много очень компании но слушайте это вино должны делать евреи нельзя чтобы не евреи это вино изготовлял есть вино который имеет 5 градусов алкоголь из которой 27 градусов алкоголь есть есть такое вино очень и очень красиво и однажды мои родственники мне принесли 27 процентов алкоголь и очень и очень интересное вино но это только тот разбирается я не разбираюсь винок хотя немножко мы знаем что это вкусно это нет этот человек который взял у соседа бутылку вина он думал что это бутылка стоит 40 шекелей не больше после шабата он берет деньги он идет своему соседу говорит я тебе благодарен вот те 40 шекелей нормально он говорит ну почти нормально но ты забыл еще 10 добавить это бутылка стоит 400 шекелей очень и очень дорогое вино не буду слушая не знал что и дорогое вино если я знал я бы не не смог бы попить я не знал теперь как вы думаете он должен дать ему 400 шекелей и он действительно проверил по интернету или позвонил позвонил тому кто продает спиртные напитки он горе вот эта бутылка такая такая то сколько он стоит он гордает это примерно 400 420 шекелей значит сосед не обманывает чтобы на нем заработать сосед просто он даже сосед не говорит да мне деньги но он не знал что это очень и очень дорогая бутылка теперь сколько он ему должен заплатить он должен дать 400 шекелей или он должен сказать слушать имени сказал что и дорогая бутылка я не просил все самое дорогое вино которое открывает для трампа или для натаньяо такую же бутылку ну какая разница будет деньги он даст или бутылку но этот сосед он должен был ему сказать что это дорогая бутылка что красивая хорошая дорогая необычная бутылка это вино но он же цену не говорит согласны ли вы или нет я читаю внутри уровень не обязан заплатить а только сколько стоит простое вино потому что он у соседа попросил вино для кидуш он не сказал ко мне блумберг сегодня придет или ко мне заглянет рам я должен на него открыть что необычное как называет того кто разбирается винах дегустатор сегодня сейчас ко мне придет я должен на него открыть самый дорогой он же так не сказал правильно он сказал дай мне простое дай мне вино чтобы я сделки душ и поэтому так как шимон он сам виноват что он не сказал ему что это необычное вино чему он хоть даже цену пусть не скажет он должен был сказать у меня есть очень и очень необычное вино не хочет или нет он должен был хотя бы намек дать он же не за разбирается что это дорогое вино это простое вино бутылки выглядят одинаковые они обычно темно черного цвета в основном мы знаем но и раз разные разные виды вина поэтому здесь доказывает он что хотя бы дай ему сколько стоит обычное вино еще немножко больше дай но это урок для нас всех что человек он должен был сказать что это вино необычное вино поэтому здесь написано что ровы не обязан хотя я знаю что много людей их совесть так не оставить next time надо быть осторожным и похоже рассказ произошел другом случае на этом и закончим что тоже у одного человека не было вина он пришел к своему соседу а ему сосед дает ему вино и потом субботу вечером он говорит ну х вино хорошего ломбарит ты знаешь мы твое вино не попили к чему потому что говорит мы на хлеб бараха сказали когда мы открыли эту бутылку вина она оказалась испорченым ход даже вино было плотно закрытое он оказался не не хорошим а чё ты сделал я завтра позвоню в компании буду жаловаться этот человек который у соседа взял в долг вино сейчас он должен соседу вернуть бутылку вина он звонит компанию он говорит я вас буду судить я горит на вас злой почему вы горит продаете вино она была испорченная и этот менеджер компании горит пожалуйста не обижайтесь мы вам пошлем целую коробку этого вина она самое свежее самое хорошее вино обычно вино не портится обычно если он плотно закрыт наоборот тем больше время проходит тем лучше она становится но в этом случае что-то произошло но я не знаю что там произошло что вино было испорченным это очень редко и теперь ему послали целую коробку там я не знаю 6 бутылок или 12 бутылок и он соседу говорит ты не поверишь я позвонил и мне говорит послали целую коробку он мой честно сказать это коробку ты должен теперь мне да потому что если бы я открыл это вино я бы увидел что она испорчена я бы сам кричал на компанию и они бы мне эту коробку вас послали я не думаю что среди нас есть такие люди которые так скажут как может человек так сказать соседу я бы сам позвонил а может быть и вы не смог так говорить хорошо какого как то можно совесть у некоторых людей нету знаете вот эти случаи которые проносятся я не знаю есть такие люди на свете но все тоже здесь написано это настоящий случай разные как говорится не укладывается не может бухарская это кстати не с бухарскими произошло какая разница но как бы вам не было удивительно здесь говорится что ру вы должен коробку дать своему соседу тоже удивляет мне ответ в обладали целую коробку как у него совесть позволяет сказать ты должен эту коробку мне дать вот чем не мешает у людей нет совести неужели есть такие люди которые готовы продать маму папу за деньги есть такие люди не дай бог никому в любом случае я вам всем благодарны что вы сегодня с нами баруха дунай леулам амин вами